Если говорить о болотной пуссирайт, это тоже операция, проводимая определенными силами Запада, внутренней нашей пятой колонны. Это операция. Что такое пуссирайт? Ну, надавали бы там по одному месту, лучше солдатским ремнем. И на этом нужно было все закончить. Нет, вот в течение года главная новость у нас пуссирайт, пуссирайт. И причем такого рода акции вдруг проводятся. Главная новость на всех телеканалах, на радиостанциях, в заголовке газет, главная новость. И вот она запускается тогда, когда нужно повысить тарифы на газ, на электричество, на все прочее и так далее. Это вот отвлекаловка такая, чтобы просто отвлечь население от более сложных, трудных проблем. Поэтому я, честно говоря, там амнистируют, не амнистируют. Мне, как говорится, до одного места. Но сегодня сидят и осуждены на многие годы люди, вообще не совершавшие преступления. Вот мои братья-офицеры, например, вот те, кто в Чечне воевал, вот чеченские, кто против воевал, они все амнистированы. А вот наши сидят или в розыске находятся, офицеры, военнослужащие находятся в розыске. Вот кого нужно прежде амнистировать и вообще прекратить, оправдать и так далее. Сегодня сидят легенды воздушно-десантных войск, тот же Владимир Квачков. За что его группа, боевые офицеры сидят? За то, что якобы где-то в лесу там собирались и готовили переворот. Да он нужен, государственный переворот. Вот он нужен, потому что эта власть, она ведет Россию к катастрофе. Дай Бог, чтобы он был мирным, этот переворот. Вот только лишь говорили. Нашли где-то несколько старых патронов одного заслуженного, раненого в Афганистане полковника. Нашли патроны дома от английской винтовки Бур, там еще от каких-то старинных вооружений. Вот здесь бы нужно, первое, амнистировать, а во второе, возбудить процесс против тех, кто организовал это уголовное дело. Вот против тех. А так я, честно говоря, и к Конституции к этой очень ровно отношусь. Вот, не радуюсь ей, потому что главная статья этой Конституции, третья, единственным источником власти в Российской Федерации является ее народ. Так вот, народ лишен этой власти. Вот реализуйте ее. Второе, что у нас объявляется федеративное устройство. Оно развалено, разрушено, криминально-клановое устройство сегодня государства. Поэтому в Конституции там есть много нормальных норм, но они совершенно не исполняются. А некоторые вообще конституционные нормы под запретом. Продолжение следует...